Добрый день, Оксана сегодня, Боченко с вами и Валерия, наша сваха, сваха агентства Оксана Лафа. У нас всегда, когда мы вдвоем две свахи собираемся, у нас огромная вечеринка. Это означает то, что у нас такой супер-супер особенный клиент. Вот у нас Валерия будет ответственна за то, чтобы предоставить счастье этому клиенту. У меня просто сейчас ужасная занятость со всеми клиентами, поэтому в заботливые руки Валерии, это вообще-то просто, это бомба, это не мужчина, а бомба полнейшая. Как ты его называешь? Ты ему это, кликуку придумала? Я думаю, Ланит, что Митчелл у нас сполк с Фолк-стрит, потому что он на самом деле знаком с этим героем, которого играл Леонардо Де Каприо, Джорданом Басфордом. И в общем-то, если кто смотрел фильм, посмотрите, у вас будет примерное понимание, какой путь прошел человек именно вот этого успеха головокружительного, денег. То есть он вот такой человек, прошедший такой путь. То есть для нас не является странностью самолеты личные, эти виллы, мульти-мульти-мульти-мульти-миллионы и так далее. То есть это все человек, это все прошел, это все видел, это все имел и так далее. Для него это все шоком не является. Он даже книги, он писал, он даже автор, где у него 70 самых великих людей. Он интервью брал, включая Дональда Трампа и так далее. То есть он действительно автор знаменитой этих книг, люди, которые достигли успеха. Потому что парень тоже на том же уровне, он просто действительно очень успешный. Вот, но это человек, который прошел взлеты и падения, как любой настоящий бизнесмен. Это, разумеется, люди знают, что владелец Hershey's шоколада, там 16 банкротств было перед тем, как он добился этого Hershey's. То есть это человек, который, но вот настоящие мужчины-альфа, настоящие альфа-самцы, они не боятся трудностей. Если что-то, какие-то падения произошли, то они сразу моментально вырастают обратно. И это случай с Митчеллом. Расскажи немножко про него вообще, потому что это действительно, Митчелл, это очень-очень состоятельный парень. Но он на самом деле, это красивый человек душевно, точно так же. Да, но на самом деле, я так понимаю, что для него вот эти бизнес-трудности, это были именно трамплином для того, чтобы он нашел себя. Я действительно немножко поработал над своим спичелл, да, вот как бы уровнем, да, и он вот в какие-то тяжелые моменты действительно, ну, нашел ответы в Боге, да. И на сегодняшний день это человек, который опять и снова владеет всеми теми же миллионами, которые он когда-то потерял. Но на сегодняшний день вот эти моральные принципы его ведут настолько, что он уже не боится ничего. И вот это намного ценнее, чем вот мальчишка, который не знает, как бы, что будет завтра, да, и боится потерять. Он уже ничего не боится. Он вот настоящий такой лев, не знаю, ну, вот мужчина, который действительно как вот в стае такой самый главный… Это альфа, это альфа-самцы, да, это альфа-мужчины, которые действительно прут по жизни, но ты знаешь, когда мы говорим о Боге, допустим, у людей, которые, у девчонок, которые особенно за границей живут, у них немножко искаженное понятие. Это, допустим, здесь церкви, например, это такие… Мы с моим мужем ходим в церковь, у нас все пары, которые здесь с Акраменто ходят, мы в одну и ту же церковь ходим. Это церкви такого плана, где тебя вдохновляют, ты как на семинар пришел, то есть там реально, там настолько идет зарядка, это энергии и так далее. То есть это христианские церкви, где все на позитиве, да, то есть это вот, я говорю, всегда мы чувствуем, как будто вот мы сходили на семинар. Такой жизненный семинар. Ты, в принципе, такого же, да, такого же плана со своим мужем. Да, и такого же плана, и мы об этом говорили, как раз он против религиозности, против вот этих каких-то церковных канонов, принятых в таких вот странах консервативных. То есть мы говорили о том, что есть отношение с Богом, а есть попытка следовать каким-то традициям. То есть он против фейка, он против того, чтобы человек вот просто ради галочки куда-то ходил. Он говорит, мне не важно, ходит ли она в какую-то церковь, мне просто важно, чтобы она знала Бога или хотя бы была открыта его узнать. И все. То есть это важно, и я считаю, что когда человек это понимает, большинство людей, кто добился успеха, тоже задают себе вопрос, для чего я живу. И вот этот человек уже ответил на этот вопрос. Да, и он, как Митчелл сказал, то, что он окружен красотой, то есть женской красотой. Да, хотя он себе, женщина, которая с ним будет, она будет одета, разумеется, в брендовские вещи. Он сам у нас брендовый весь, то есть у него все очень высокого класса, все очень дорогое. Его жена будет точно так же во всем брендовском. То есть там будет достатка, ну там вот полно этого достатка будет. И он окружен людьми, женщинами, которые хотят его, женщины, которые вот такие уже красавицы и так далее. Но он не ищет только вот этой вот наружной красоты. Он этого всего уже видел, дофига этого всего видел. Он ищет внутреннего мира, вот этот вот внутренний connection. Потому что Митчелл, он очень включен тоже в благотворительной организации, но он об этом даже говорить не хочет. То есть он как бы даже запретил, он говорит, я не хочу, это как бы мои личные вещи, где я включен в помощь другим, я не хочу даже выставлять там на показуху или еще что-нибудь. То есть это настолько богатый внутренний человек, мы не говорим о его богатствах, состояниях, но люди, которые внутренне богаты, у них и состояние всегда есть. Люди, которые восполнены внутри, у них эти миллионы, биллионы и все остальное, у них все это есть. Если человек пустой внутри, то и недушевный, и не знает, как отдавать, он никогда не получит. Вот, поэтому Митчелл, он вот на таком вот уровне. А где у нас жених наш замечательный живет? Пока что он живет в Лас-Вегасе. Вообще мотается он по три недели из месяца по всем классным городам. Он был в Майами, сейчас он в Нью-Йорке. То есть он вообще человек такой космополит, но он собирается переехать в Сан-Диего, будет жить там, будет строить дом. И вот он мне сказал по секрету, что с той девушкой, которая будет его избранницей, он вместе с ней будет выбирать дом, и вместе с ней по ее вкусу это все обустроит. Короче, любую виллу на ваше желание, чтобы всем удобно было, чтобы дом, в котором никогда не было другого человека, другой женщины. Все со свежака. Вау! Вау! Скажи, пожалуйста, его компании вообще, чем его компании занимаются? Вообще у него есть доли в нескольких компаниях. Не могу сказать, что знаю все об этом. Я знаю, что связано с интернетом и новейшими технологиями. Да, и сейчас у него очень новый какой-то успешный проект, в котором связано с healthcare и technology. То есть это какая-то на стыке двух индустрий. Очень пользуется успехом, он говорит, невероятно растет. Сам он там head of sales, то есть он не только главный акционер, но он еще и участвует в продвижении бренда. Но на самом деле, чем он меня поразил, это вот тем, что он еще с классным чувством юмора. Он шутит на каждом шагу, но он это делает настолько классно, что он не задевает ничьих чувств, и он ищет девчонку тоже веселую, то есть которая поймает его шуточку какую-то вот такую. Он очень вот харизматичный парень, конечно. Скажи, какая у него мечта? Ну вот я знаю, что мечта у него научиться танго. То есть он танцует классно и любит танцевать до утра. И на самом деле, ну если посмотреть на его внешность, да, это можно легко представить. Он в отличной форме и просто парень как 20-летний выглядит у нас. Но вот он захотел обучиться этому страстному танцу танго, потому что он сам по себе, он говорит, этот танец у меня настолько завораживает, я сам такой. То есть он вот огненный, такой весь страстный, он очень любит вот этот драйв, и он невероятно сексуальной энергетикой, тоже хочу сказать, я не сильно хочу говорить, но такие альфа-самцы, они очень притягивают еще и на физическом уровне. У них будет эта энергия. Харизма – это просто энергия, харизма – это просто сумасшедшая. То есть там просто вот как магнитом это все притягивается, да. Слушай, ну ты, у него же сейчас, он даже скринплей написал, да, он написал даже сценарий там еще, когда был фильм, где Аштон Кучер у нас там сниматься будет. И там у него голливудские компании уже планируют даже фильм представить по его сценарию. Но это у него как хобби, да, это не то, что он там занимается этим, для того, чтобы денег заработать. Деньги здесь, конечно, будут большие, но… Давай поговорим о том, какого плана девушка, тебе кажется, что была бы идеальным вариантом для него? Я думаю, что девушка такая же, как он. Драйверовая. То есть она должна быть… Женщина, которая имеет большое видение, да, не такая, которая на маленьких мелочах, мне нужно сейчас вот этого вот немножко там и… А девушка, которая есть видение, которая не боится денег, не боится достигать цели, не боится это все делать с партнером. Вот, то есть как бы здесь не нужна женщина, которая там зарабатывала бы бабки и так далее. Но для такого мужчины, драйверового, нужен человек, который ментально будет на его уровне. Я даже на самом деле думаю, что тут комбинация, потому что он же тоже, в принципе, и внешне выглядит шикарно. Конечно. И внутренне он. Я думаю, что тут девчонка, конечно, должна соответствовать, потому что для него вот эта красота и уровень там внешности модели или актрисы, для него это как бы обычное дело. То есть вот мы смотрим на стакан, вот он стакан, мы не ожидаем от него там, что он будет хуже или больше. Он привык к какому-то красивому стандарту, да. Он очень обожает женственность. Он говорит, что для меня важно, чтобы женщина носила каблуки, чтобы она не ходила в каких-то там кроссовочках, тапочках. То есть вот он такое не приемлет. Должны быть каблуки, должны быть ухоженные, там красивые волосы, приятный голос. Она должна пошутить, она должна быть такая интересная. У нее должна быть цель, то есть она не должна там, скажем так, заниматься прожиганием времени. То есть у нее должна быть какая-то цель, и ему должно быть с ней интересно, классно. И она должна гордиться им, понимать, кто он такой. Это два партнера, которые гордятся друг другом, на самом деле. То есть это у нас, у нас топовый, реально топовый-топовый мужчина. Соответственно, нужна девушка, которая топовая-топовая-топовая, которая и ментально, которая сможет с ним сконнектироваться с женщиной, которая добилась тоже вещей каких-то в жизни. Нам не подойдут там желающие, которые просто думают, что мужчину делать счастливым, это борщик приготовить ему, наварить борщей, и пирожков, и блинчиков. Такая не подойдет. То есть это женщина, которая действительно, которая добилась уже каких-то вещей тоже в жизни, которая знает, что в этой жизни реально все, и которая, соответственно, и ухаживает за собой. И причем Митчелл, он не ищет себе там девочку молоденькую, да, он как бы, он реально смотрит на вещи. Он рассматривает совершенно там после сорока даже девушку, чтобы она была, конечно, в отличной форме. Мы думаем, что ему подойдет и ментально, как бы, уровень, там район, допустим, 30-х даже, годов, да, потому что он у нас молодой, молодой парень, шикарный, с суперэнергетикой, вот, то есть и у него совершенно все есть. Так что здесь нам просто нужен правильный человек. Так что девчонку мы ищем, которая добилась вещей в своей жизни, которая знает, как гордиться, которая знает, как иметь там цель, которая любит красиво одеваться, которая любит брендовые вещи, которая имеет на каблуках, ходит, короче говоря, вот такая вот дама, которая в светском обществе появится, потому что у него очень много светских встреч, правильно, которая действительно была бы гордостью. Вот с вами мужчина, который красавец, на которого все глаза, вот чтобы вы были точно так же, соответственно, где все глаза на вас. Ну, я хочу напомнить еще на самом деле то, что вот важную вещь, он очень верный человек, несмотря на то, что за ним будет там шлейф девушек, и до сих пор он есть, он настолько четко понимает, кто его королева, что он никогда не посмотрит в сторону, он не заставит там тебя краснеть за него, смущаться, бегать, проверять его телефон, то есть такого не будет. Что еще интересно и важно, ты должна быть смелой, смелой открыть свое сердце, впустить в себя, в свою душу, открыться ему, потому что он, несмотря на свои раны, несмотря на все испытания, он остался вот этим мальчишкой внутри, он открыт, и он хочет где-то порезвиться, хочет где-то там тебя подколоть, и он также ждет, что девушка откроется, как девочка тоже для него, и сможет вот с ним вместе проживать эту жизнь красиво. Лер, ну ты знаешь, обычно всегда девчонки, которые с такой же целью, с таким же драйвом, как у Митчелла, они будут открытыми, они будут такого же плана, как и он, они вот просто сконнектироваться, но это действительно, это правильный человек, правильный человек должен быть. Окей, у нас насколько парень готов к тому, чтобы создать семью? Готов? Готов. Готов, готов, готов. Готов. Чуть ли не кольцо уже готово, правильно? Он будет принимать у нас участие в нашем февральском туре любви, но, разумеется, знакомство мы уже организуем ему сейчас, потому что он уже готов, готов, готов к встрече. Он долго ее ждал, ту особенную женщину, куча проектов было, сейчас у нас эти проекты, все отлично у нас, все супер-супер-супер-замечательно, и теперь он действительно готов и ментально, и сердцем открыть для того, чтобы принять эту женщину. Окей, что нам нужно сделать? Значит, если у вас уже есть личная сваха, вот вы сейчас посмотрели видео Митчелла, вы сейчас увидели его фотографии, увидели, какой он шикарнейший, это реально, это, наверное, один из самых наших лучших клиентов на данный момент, учитывая факторы и финансовые, и красоты, и драйва, то есть такой, как он, это вообще, эта находка, это один из миллиона, да? Вот если вы заинтересованы в знакоме с Митчеллом, то если у вас есть личная сваха, которая уже работает с вами, то свяжитесь с ней немедленно, чтобы вас познакомили с Митчеллом. Если у вас еще личной свахи нет, то внизу этого видео есть контактная информация о Валерии, свяжитесь с ней напрямую, дайте ей знать о вашем интересе, что вы заинтересованы в Митчелле, и вам будет предложена личная сваха, чтобы организовать вам знакомство с этим супер уникальным мужчиной. Наша задача это сделать так, чтобы он у нас уже до февраля был обручен, да? Если он у нас сильно не будет занят с этими проектами, то это и произойдет. Поэтому сейчас, когда он на 100% готов, вам нужно действовать прямо сейчас, дать нам знать о вашем интересе, и вперед за мужчиной, которого мечта, мужчиной, которого мечта любой, любой, любой девушки. Сейчас это у вас в руках. Сейчас просится, возьми меня. И вперед в работу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова